обрезание это религиозный культ или дань моде или это современная профилактика достаточно опасных заболеваний сегодня поговорим с вами друзья об обрезании с вами Михаил Крештопа рад нашей встрече что же такое обрезание мы говорим об обрезании крайней плоти полового члена мужчины которая проводится как ну в детстве или может проводиться уже в зрелом возрасте для чего и ну откуда началась вообще вся эта история связана с обрезанием друзья это одна из самых древнейших операций это операция которая выполнялась мужчинам на протяжении большого тысячелетнего уже периода времени и она связана с тем что эволюционно те мужчины которые не обрезаны особенно в странах более жарких были подвержены достаточно большому количеству заболеваний в каком возрасте проводить обрезание классические обрезания проводятся достаточно в детском возрасте после рождения ребенка начиная там с 3 начиная с 4 недели жизни это практически во всех культурах и в христианстве и мусульманстве и иудейская культура это очень древняя операция и было замечено что если провести эту операцию в достаточно таком детском возрасте то она проходит достаточно безопасно еще не сформировались половые органы мальчика еще листочки крайней плоти пока еще это один листочек очень легко обрезать и потом уже половой член развивается нормально без проблем если говорить о взрослом возрасте то обрезание может проводиться ну в любом возрасте потому что на самом деле эта операция если она проводится правильно в правильных руках и правильным хирургам она безопасна вопрос только в том какие показания какие показания для чего проводится эта операция мы сегодня не будем с вами говорить о религиозной части этой операции а поговорим о том какие показания какие показания могут быть к этому хирургическому вмешательству но одно из основных показаний это когда крайняя плоть мужчины не открывается когда головка полового члена не открывается это называется фимоз и в этой ситуации мужчина не может нормально жить половую жизнью и необходимо выполнить обрезание тут хотелось бы сказать очень очень такой важный момент что когда ребенок развивается когда он еще маленький когда еще половой орган его развивается еще ему нет там скажем там 12 14 лет то есть физиологический фимоз когда головка еще не открывается потому что половой член еще не развился поэтому является ошибкой попытки открывать головку полового члена если же еще листочки крайней плоти у ребенка не развились и не планируется обрезание плановое здесь нет такой знаете связи и трагедии если головка еще у ребенка не открылась это является показанием к этой операции это совсем не так но если же это уже подросток если это уже юноша если уже половой член у него развит но головка не открывается конечно же в этой ситуации это абсолютные показания к этой операции есть различные другие факторы которым прибегает хирург уролог и предлагает своему пациенту выполнить эту операцию это такие моменты которые касаются например у мужчины который живет половой жизнью но у него преждевременная эвуляция короткий непродолжительный половой акт когда размеры и формы полового члена такие что при эрекции он может менять размеры это связано с определенными нюансами в анатомии крайней плоти поэтому выполнение этой операции может и изменит размеры форму полового члена если говорить о противопоказаниях если половые органы мужчины развиты нормально то противопоказания нет эта операция если она выполняется правильно если крайняя плоть обрезана правильно если нет каких-то нюансов связанных с погрешностью в этой операции то проблем нет никаких все будет нормально какие плюсы этой операции который называется циркумцизио обрезание ну плюсов на самом деле достаточно много обрезанные мужчины более защищены в половой жизни они реже болеют такими проблемами как который может вызывать например папиллома вирус человека который приводит иногда к такой грозной болезни как рак полого члена они более защищены и реже болеют заболеваниями которые передаются половым путем урагенитальной инфекции потому что после выполнения циркумцизио после выполнения обрезания половой член меняет свой головка получили на меняет свой эпителий она становится более защищена и соответственно половой член более защищен при контактах половых плюс этот мужчина обрезанный мужчина он более безопасен для своих партнеров потому что он не так опасен в плане передачи дальнейшей каких-то урагенитальных инфекций еще если мы говорим о обрезании и о таких заболеваниях например как сахарный диабет которые вызывают изменения в крайней плоти которые могут вызывать воспалительные изменения в области полового члена то эта операция решает эту проблему профилактику таких проблем как баланопаститы это воспаление крайней плоти полового члена какие минусы этой операции но в общем то минус только один это погрешности которые могут произойти при выполнении этой операции дело в том что если во время обрезания будет обрезана больше больше крайней плоти больше там кожи полового члена то может оказаться такая ситуация половой член станет несколько короче он может изменить форму сожалению любая операция имеет ну какие-то осложнения и мы видим свои практики и нам приходится иногда выполнять пластические операции после выполнения обрезания если эта операция выполнялась ну непрофессиональным хирургом или же как вы знаете эта операция же выполняется не только хирургами эта операция выполняется и по религиозным моментом и выполняют религиозных различных ну заведениях там синагогах в мечетях иногда бывает что может быть обрезана чуть больше крайней плоти чем нужно и хирургу тогда нужно будет помогать восстанавливать половое член но это очень редко это бывает крайне редко и в основном это бывает в тех странах где скажем эта операция например традиционно выполняется только детям но не выполняется в русском возрасте поэтому если эта операция выполняется в профессиональном центре если эту операцию выполнять уролог сегодня для этой операции существует огромное количество способов методов есть уже аппаратные методы обрезания лазерное обрезание использование специальный гильотин использование специальных инструментов все развилось поэтому сегодня это безопасная процедура даже сегодня есть один из способов это использование специальных компрессионных колец когда крайнюю плоть даже не обрезает одевать специальные кольца и через определенное время происходит но отторжение вот этой крайней плоти какая подготовка необходимо мужчине для операции естественное решение сделать эту операцию она традиционно классическая подготовка это сдача общеклинических анализов крови это осмотр врача-анестезиолога это контроль работы сердца потому что в настоящий момент эта операция выполняется не только под местной анестезией но и под общей анестезией мир современный мужчины хотят пройти операцию безопасно и ну не травматично и не эмоционально поэтому обычная традиционный контроль который проводится перед любыми хирургическими вмешательствами и эта операция выполняется как проходит эта процедура эта процедура это хирургическое вмешательство абсолютно безболезненно она выполняется под анестезией по времени эта операция занимает от 15 до 20 минут нет необходимости в госпитализации пациент в этот же день уходит домой если осложнение после операционного осложнения могут быть половочные хорошо кровоснабжается крайне редко может быть подкравливание после операционном периоде которая но легко устраняется традиционный уход за половым членом после операционном периоде перевязки контроль врача минимизирует все риски воспалительные и там риски кровотечения как проходит восстановление реабилитация после процедуры на самом деле мы просим на месяц мужчину ограничить половую активность заживление после удаления крайней плоти проходит от 7 до 11 дней если выполняется это хирургическое вмешательство накладываются швы как правило не рассасываются сами или снимается хирургом там на 10 11 день и уже начиная с там 3 4 недели мужчина уже начинает жить обычно половой жизнью он полностью восстановлен реабилитирован влияет ли обрезание на чувствительность полового члена вопрос очень хороший на самом деле полностью думать о том что обрезание уберет чувствительность полового члена это не совсем правильно обрезание безусловно немножко снизит чувствительность полового члена но мы должны понимать что за это отвечает не только крайняя плоть за это отвечают и нервы которые нервируют уздечку головку полового члена поэтому при повышенной чувствительности кроме обрезания иногда производят денервацию как бы пересекают и нервы для того чтобы снизить чувствительность но я хочу сказать что эмоции мужчины которые не появляются при половой активности не часто в голове они в головке полового члена и если преждевременная окуляция связана с эмоциональным фактором то для этого мы уже используем лекарственную терапию обрезание может полностью эту проблему не решить но поможет в этом направлении влияет ли обрезание на дальнейшую половую жизнь мужчины ну знаете есть такой одесский анекдот когда мама приводит ребенка к урологу к врачу и говорит доктор посмотрите вот на мальчика я хотела бы чтобы сделали ему обрезание доктор спрашивает у нее скажите а для чего вам обрезать ну доктор ну во первых это красиво действительно в этом есть логика визуально половой член после обрезания часто выглядит намного привлекательнее и интереснее это показали опросы партнеров опросы партнеров опросы девушек у мужчин которым проводилось обрезание часто половый член после обрезания становится и привлекательнее и может изменить свою форму стать более крупным это связано с тем что после удаления крайней плоти чуть-чуть меняется кровонаполнение полового члена за счет того что у мужчины продолжаются регулярные эрекции и иногда крайняя плоть могла немножечко как бы сдерживать уменьшать головку а после обрезания головка становится крупнее эстетических ухудшений после обрезания практически никогда не отмечено если эта операция проведена правильно таким образом обрезание это безопасная операция эта операция которая появилась не просто так это эволюционный такой шаг в культуре развития человека она появилась потому что было понятно что обрезанные мужчины они более жизнеспособны и более безопасны если говорить о безопасности операции она безопасна если говорить о пользе операции она безусловно полезна снижается риск инфекционных заболеваний снижается риск онкологических заболеваний обрезанные мужчины крайне редко болеют таким заболеванием например крах полового члена и чувствует себя безопасно друзья я надеюсь эта информация была для вас полезна я очень рад вашему вниманию к этой проблеме к этому вопросу подписывайтесь на канал нет плюс жмите колокольчик с вами я михаил кривштопа до встречи через неделю на канале мед плюс